Я считаю, что такие собрания, такие конференции очень помогают нам, родителям, у которых есть дети с нарушением речи, дети-инвалиды. В данной ситуации у меня ребенок с нарушением речи, и у меня очень много вопросов к тем специалистам, которые присутствуют здесь, с тех организаций, которые бы мне помогли решить эту проблему. И я думаю, что я решу ее. В своем опыте жизни я все равно убедилась, что личное общение навсегда приводит к завершению того вопроса, который ли да или нет. Я думаю, что сайты, интернет – это просто консультация. Я думаю, что такие встречи намного более реальны, вообще в общении и в получении информации доступнее. Для родителей информация сейчас крайне важна, потому что они получают, с одной стороны, очень много информации, а с другой стороны, они не могут отфильтровать эту информацию, понять, где информация правильная, а где информация недостоверная. Поэтому сегодняшнее мероприятие, я надеюсь, пошло им на пользу. На сегодняшний день такие встречи очень актуальны, чтобы быть информированным, чтобы оказывать помощь, чтобы давать поддержку и родителям, и детям. Я считаю, что такие мероприятия проводить обязательно надо, поскольку здесь в качестве спикеров приглашено очень много специалистов, направленных именно в сфере социальной политики. И родителей детей инвалидов – это наиболее, наверное, незащищенная категория граждан у нас, поскольку они очень много сил тратят еще и на детей. Поэтому им, наверное, необходимо знать. И многие не знают, куда можно обратиться. На таких днях они получают полностью квалифицированную информацию, и у них есть возможность у родителей обратиться прямо напрямую здесь к специалистам и получить помощь в комплекте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...